Уважаемые подписчики, мы часто получаем от вас вопросы, посвященные симптомам хронического простатита и аденомии, и также ваши просьбы о возможности снятия неприятных этих состояний в домашних и бытовых условиях. И сегодня я вам покажу и расскажу о нескольких способах, которые вы можете облегчить эти неприятные состояния своими руками в домашних и бытовых условиях. Итак, симптомы хронического простатита. Само состояние хронического простатита поэтапно и очень часто характеризуется нарушением мочи и спускания, неприятными ощущениями в области промежности, неприятными ощущениями при дефекации. Следует отметить, что именно симптомы хронического простатита являются предтечей следующего, более опасного и неприятного такого состояния, как аденома предстательной железы, для которой характерна уже непосредственно задержка мочи или нарушение непосредственно самого мочи и спускания, которое выражается в очень частых позывах мочи и спусканию, с непродуктивной его реализацией, а также болями не только в области промежности, не только боли в области лобка, но и в области ягодицы, пояснично-крестцового и отдела. Одним из самых популярных приемов, который позволяет снизить состояние, а в некоторых случаях и уменьшить симптоматику хронического простатита, является так называемый точечный массаж или акупрессура. Одним из самых популярных и максимально часто используемых в практике профилактики, а также снятия симптомов хронического простатита и аденома предстательной железы, является акупрессурное или точечное воздействие на так называемые точки золотого квадрата. Таких точек на ножке мужской, 4 штучки, я по очереди вам покажу. Первая точечка, которая находится на границе между плюсней и основной частью стопы, которая называется точка бурного потока. Вот как раз-таки при неприятных ощущениях, при мочеиспускании, при резе в области промежности, мы настоятельно вам советуем воздействовать на эту точку, или собственным пальцем, или предметом, которым вы можете воздействовать на эту точку, не травмируя кожный покров стопы. То есть вы поставили ваш указательный палец в центре этой точечки, и по часовой стрелке в течение полутора-двух минут, вот такими вот воздействиями, возбуждаете как раз-таки вот эту точку. Точка бурного потока. Вторая точечка из золотого квадрата, она располагается на внутренней поверхности нижней трети голени, нижней трети голени, и точка, которая очень хорошо снимает болевые ощущения. Болевые ощущения промежности, болевые ощущения при мочеиспускании, она располагается на расстоянии ваших трех собственных пальцев. То есть вы, если вы собираетесь помогать самому себе, значит вы от внутренней части лодыжечки отмеряете свои три собственных пальца, и наносите здесь вот таким маркерчиком, как я сделал на ножке нашего замечательного товарища, значит вот такую вот сигнотолку, и воздействуйте на эту точечку. И воздействуйте на эту точечку. Тоже в течение полутора-двух минут. Следует сказать, что вот это, именно эта точечка, она очень часто является болезненной. Я хочу вас сразу предупредить о том, что это не является признаком патологии, а это является признаком того, что как раз-таки энергия, которая движется по каналу, а непосредственно это канал селезенки поджелудочной железы, он работает, и как раз-таки именно этот канал помогает нам успешно справиться с проблемами, которые характерны для жалоб при хроническом простатите и параденоме. Третья точечка, третья точечка располагается в нижней трети бедра, и тоже находится очень легко. Вот у вас косточка внутренней поверхности коленного сустава, вы отмеряете собственные три пальца, и сразу на границе между третьим пальцем находится вот эта точка. Воздействуя на нее, воздействуя на нее, она тоже болезненная, слегка болезненная, вы тоже снимаете очень многие неприятные ощущения, которые характерны для хронического простатита и аденомы предстательной железы. Значит, очень хорошей точкой у нас является точечка, которая замыкает так называемые точки золотого квадрата. Это знаменитая точка долголетия или точка лечения от ста болезней. Известнейшая на весь мир точка дзусанли. Вот она располагается на наружной поверхности начальной части голени. Найти ее очень легко. То есть вот у нас две мышцы, которые облегают коленный сустав снаружи, и вот на границе этих мышц находится вот эта точка. Тоже ставите сюда пальчик свой или любой предмет, который не травмирует кожную поверхность, например, как такой меркер, и воздействуете на эту точечку в течение полутора-двух минут. Хочу вас сразу предупредить, дорогие друзья, что есть время конкретного воздействия на эти точки. Точка дзусанли очень хорошо может с вами применяться в 9 часов утра. Точечка бурного потока может с вами активно применяться в 19 часов вечера. А точечки, которые соответствуют каналу селезенки и поджелудочной железы, время максимального на них воздействия и самого успешного с точки зрения терапии, это 10-20 часов утра. По очереди можете воздействовать на эту точечку, и по очереди можете воздействовать на эту точечку. Отдельно хочу вам сказать, дорогие друзья, что если у вас не получается самостоятельно решить проблемы с симптоматикой и купированием симптомов в геронической простатике, а это много предстательной железы, настоятельно просим, рекомендуем, приезжать к нам в клинику, клинику восстановительной медицины Академика Коктаренко, в которой мы как раз таки проводим свой специфический курс терапии, который направлен на выявление первых причин, предтеч, которые вызывают хронический простатит с последующим развитием аденомо-предстательной железы. И мы широко применяем растительную терапию, мы широко применяем фитотерапию, мы широко применяем около 30 способов различных видов рефлексотерапии. Но дополнительно к этому я хочу вам сказать, что в домашних условиях вы можете использовать очень такой хороший способ и очень хороший такой прием, как применение ежедневного так называемого среднего кардамона. Вот у меня в руках находится кардамончик, вы покупаете вот такой кардамончик, сразу обращаю ваше внимание, что его надо очень четко дифференцировать, он очень вкусный, очень приятный и широко известен как одна из знаменитых специй. Вот таким вот образом вы разворачиваете зернышки, высыпаете их себе на руку, вот таким вот образом высыпаете на руку. И в течение дня вам надо разжевать около 9-12 таких вот зернышек. В течение дня. То есть спокойненько закладываете в себе рот, вот так, как это делал я, разжевываете и запиваете водичкой. Противопоказаний для применения кардамона практически нет. Кроме этого, пользуясь случаем, я хочу вам рассказать, сказать вам о том, что сейчас время проверения первой нативной, то есть настоящей зелени. Вот у меня в руках находятся листочки нашего замечательного черноморского одуванчика. Вы можете у себя в домашних условиях найти одуванчик. Если у вас нет одуванчика, очень хорошо одуванчик заменяет знаменитый салат рукола. Руколу не надо специально обрабатывать горячей водой, а если вы нашли у себя одуванчик, то вы положили в кипящую воду, или кипяток на 3-4 секунды вытащили, сняли с него остатки воды, мелко нарезали, заправили растительным маслом, с капелькой лимонного сока и кушайте. Вот таким вот образом, при помощи точек золотого квадрата, при помощи кардамона и при помощи замечательного кардамона, очень вкусного, и при помощи одуванчика вы можете облегчить состояние течения хронического простатита и данного предстательной железы. Но помните о том, что мы всегда, специалисты клиники, восстановители медицины, академиков Картаренко, всегда рады вам помочь. Приезжайте. Одним словом, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok